Дворец культуры губернаторский будет праздновать свой 45 день рождения в течение трех дней – 24, 25 и 26 марта. Здание Дворца культуры профсоюзов было сдано в эксплуатацию 5 января 1972 года, а 8 марта на его сцене состоялся первый концерт, который был посвящен строителям дворца. Как считают старожилы, именно с него начинается отчет истории губернаторского. Март мы считаем с месяцем своего рождения, и когда президент издал указ о праздновании Дня работника культуры, 25 марта, мы с радостью присоединились к этому дню, поскольку очень правильно праздновать свой день рождения вместе со всеми коллегами. Первый день празднования юбилея, 24 марта, состоится вручение государственных наград работникам культуры. Также будет вручена главная ведомственная премия «Браво Маэстро». После торжественной части – концертная программа с участием творческих коллективов Дворца. Вторым отделением концерта станет подарок от губернатора – шоу-концерт заслуженной артистки России Натальи Королевой. Вечер завершится чествованием ветеранов Дворца, куда будут приглашены все директора, всего их было 13. 25 марта впервые за долголетнюю историю работы Дворца будут чествовать маленьких артистов, их в губернаторском – более тысячи. Наравне со взрослыми артистами, они в любое время дня и года выступают не только на сцене губернаторского, но и за его пределами. Для них будет показан концерт проекта Первого канала «Голос. Дети», в рамках которого выступят шесть участников разных выпусков этого проекта. Пригласительные билеты на концерты будут необычные – в виде шоколадок. На обертке указана дата мероприятия и время, а внутри – самый настоящий шоколад. Правда, взрослые получат горький – с перцем, а детям раздадут молочный шоколад. 26 марта Большой звездный десант 12 концертных бригад, сформированных из коллективов губернаторского, отправится в районы нашего региона с концертами. Участники «Агитпоезда» не только поздравят работников культуры области, но и расскажут про знаменательную дату своего культурного учреждения. Ирина Антонова, Юрий Конехин. Новости Ульянской правды.